Абигелл Смит Адамс 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 Эксильными к нему А оно вообще надо? Равноправие женщинам? Не нужно Нет Миром должны править мужчины Вот если взять Страны там Востока или так далее Это понятное дело А у нас все-таки Ну как Равноправие все-таки Равноправие Что Чтоб чувствовать себя Ну по крайней мере Наравне с мужчиной Время Время Ее назвали великой а годы ее правления вошли в историю как золотые. Российская императрица Екатерина II правила страной более 30 лет, а ее реформы затронули почти все сферы жизни. И таких сильных женщин история помнит немало. Клеопатра, Жанна Дарк, Маргарет Тэтчер. Много сильных женщин и в современном мире. Да, тенденция налицо. Тоже в Москве, если бывали, конечно, сразу видно, что происходит как бы поляризация мужчин и женщин. Женщины действительно становятся сильнее, они, в принципе, развиваются и по карьерному росту идут выше. Ну, а мужчины, наоборот, превращаются, ну, непонятно кого, одевают женские вещи, там, с бородой поют на Евровидении. В принципе, это ненормальная тенденция. Мужчина должен быть, в принципе, и умнее, и сильнее, чтобы защищать женщину. Потому что женщины сейчас много очень взяли на себя. Хотя это не надо брать на себя столько много. Мужчина все-таки должен быть главой семьи, по идее. Мужчина должен быть главой семьи. И поэтому он... А женщины очень много на себя сейчас берут, лишку даже. Да. А почему? Ну, почему-то мужчины слабеют. Смотря архат, грядет. Большинство женщин, у них материнство, поэтому они сильнее гораздо духом. И они всегда были сильнее по этому поводу. Мужчины, они как-то более-менее слабы в этом отношении. Ну, не знаю, у женщин более ответственность перед семьей, перед детьми. А мужчины как-то вот... Ну, есть, конечно, ответственные ребята. Но уже как-то вот... Я так замечаю, что меньше. Ничего подобного. Свою силу только на словах. А на самом деле слабая женщина. Не знаю, в моем окружении все как-то стабильно и гармонично. Например, водители. Много женщин стало? Много женщин. Мужчин швеи много стало? Нет. Что? Есть какая-то тенденция? Конечно, женщины сильнее становятся. Нет, я не считаю. Мужчины всегда сильный пол. Да нет, честно, не замечаю. Вот, ну, сколько женщины сильные, как они могут выглядеть. Только гожу все такие же, как раньше были. Вот, хрупкие такие. Все больше их замечаю, чем сильных. Мужчина. Как-то она сказала, что какой бы ни была красивая женщина, какие бы ни были у нее красивые глаза и нежный голос, все больше мужчин признаются, что у женщин, так же, как у конфет, важна не обвертка, а начинка. Некрасивой женщине бывает. Любую женщину одень, сделай макияж, прическу. Все. Красота. Обычные, хрупкие. Лично мне такие нравятся. Семьи. Вот, крупные женщины мне не особо нравятся. Мне кажется, тоже все мужчины такие нравятся. Обычные, аккуратные, как такие мягкие характеры. Слабые женщины. Почему? Ну, они же в душе все равно герои-защитники, где-то там на генном уровне. Женственные. Ласковые, нежные. То есть не сильные и успешные. Ну, сильные и успешные женщины, мужчины, как правило, боятся. У каждого мужчины свой вкус. Наверное, все-таки должна быть женщина умная, спокойная. Ну, красивая. А в третьей, как бы, второстепенная. Это сейчас. Каждому мужчине нравятся разные женщины. Говорят, мужчины ищут себе жен, похожих на их матерей. Причем делают это неосознанно, работает подсознание. А если все-таки поразмыслить, то какая она настоящая женщина? Во-первых, она должна, я бы сказал, ну, женственная. То есть сюда входит ласковая, добрая, чувство материнства обязательно. Просто женственная, добрая, понятливая. Ну, красивые, все красивые. У каждого свое мнение по этому поводу. Хорошая мама. Ну, и хозяйка, очага. То есть ничего общего с феминисткой? Нет, конечно, нет. Чтобы она была женщиной. Это в первую очередь. А не те, которые занимают призовые места женщина с бородой. Наверное, умением любить. Умением прощать. Умением... Ну, жить в этом мире. Добрая, там, как отзывчивая, там, меня понимают, я ее понимаю. Вот мы этими качествами и живем друг с другом. Красное обаяние, хозяйственностью. Доброй, заботливой, аккуратной. Каким еще, может быть, по дому, что все могла. Ну, она должна быть добрая, потому что она не певочетая-то матери. Добрая, отзывчивая, ну и честная, в принципе. Настоящая женщина, вы знаете, она должна быть и сильной, и слабой в то же время. Потому что мужчины слабых женщин тоже любят, потому что им надо все равно. И недаром говорят, что шея крутит головой, голова должен быть мужчина, а женщина все-таки должна быть шеей. За каждым великим мужчиной стояла женщина, которая в него верила и по-настоящему любила, сказал в Ультрадшопе. Так что, дорогие женщины, любите своих мужчин, и они обязательно вам ответят взаимностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова